МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Значит, раздел пятый. Принципы формирования и деятельности судебной власти, обеспечения законности и правопорядка. Статья семьдесят пятая. Рассмотрение дел во всех судах общей юрисдикции осуществляется коллегиально. Судя первой инстанции с участием народных заседателей. Не берите пример с нынешней России. У нас не коллегиально решается вопрос. У нас федеральные суды решают все вопросы единолично. Так? Только суд второй инстанции, там уже тройки. Что, значит, нас пугали? Вот раньше тройками решали, а сейчас единичками. И совещательная комната-то есть для смеха, где судья совещается сам с собой. Так вот, этому суде может адвокат принести взятку. И трудно от нее отбиться, особенно если она большая. И трудно, так сказать, узнать, адвокат принес взятку судье, или он сказал, что я принес в суде, а сам взял себе. И почувствовал, что, видимо, склоняется дело в пользу подопечного. И этот вопрос он решил. А еще пошел, судья-то не взяточник был, а судья-то честный, порядочный. А пошел выигравший, думает, ну вот, это благодаря моей... Он преступник, потому что взятку дал. Думает, что судья-преступник, что он получил, а получил адвокат-жулик. Вот такие бывают ситуации сейчас. Поэтому, конечно, нужны народные заседатели. Народные заседатели отправляются, они избираются коллективами каждый год. А судья у нас избирался раз в пять лет. Населением соответствующего региона, там городской суд, там город, если это районный суд, то района. Его избрали, но он имеет один голос, а еще два народных заседателя имеют такие же два голоса. Они не должны быть юристами, любые, могут быть, представители предприятия. Так не напасешься этих взяток, потому что будет один, второй сидеть, только им дали взятки, прикормили. За следующий год уже другие сядут, этим надо опять давать. То есть очень тяжело работать с таким судом, в котором будут народные заседатели. Вот мы такое советуем Новороссии. Не брать у нас эту всю ерунду, которая у нас сложилась. Берите хорошее, то, что было в истории России Советского Союза. Статья 77-е. Все суды в Новороссии образуются на началах выборности. Ну вот, казалось бы, демократии. Все наши демократы, вот они же все кричали, мы демократы, мы демократы, мы демократы. Ну а что вы, сделайте суды на началах выборности. А у нас суд назначает кто? Судю. Президент. Президент. Ну как вы думаете, президент может всех знать, что ли? Конечно. Чем дело сводится, к чему? Это вы все знаете. Нет. Это сводится к тому, что и занимается этим делом администрации президента, долго готовит. И, конечно, снизу это все подаются предложения, соответствующие коллегии судей существуют, работают над этим. То есть работает, короче говоря, аппарат, а люди от этого отставлены, чтобы не избирали. А решать-то судьбы будут людей обычных, рядовых, а рядовые-то люди долой, а это же орган власти, суд. И он, в конце концов, принимает решения по тем вопросам, которые другие не хотят принимать. Поэтому это очень важно. Прямо написано в 77-й статье. Народные судьи района городских народных судов избираются гражданами района города по судебным избирательным округам. На основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Должны все демократы схватиться за наш проект и начать его везде распространять, выступать за него. Но я чего-то не слышал. Народные заседатели делегируются с трудовыми коллективами. Но это вообще безобразие, конечно, с трудовыми коллективами. Так было тихо, все спокойно. Придут эти трудовые коллективы и проголосуют не так, как судья. Другой. Адвокатура в Новороссии. Юридическая помощь гражданам и организациям оказывают коллеги и иные добровольные объединения адвокатов. Адвокатские бюро, а также общественные защитники. У нас постарались общественных защитников уничтожить. Я уступал общественным защитникам у Виктора Георгиевича Долгова в течение четырех лет. А потом подумали, что эти общественные защитники все портят. Потому что адвокаты, они за деньги. Сюда можно дать им денег больше, чем мы можем предложить. Другая сторона предложит. И твой защитник вдруг стал совсем не твоим. Или отказался читать дело и так далее. Поэтому это очень важно, чтобы были общественные защитники. Общественные защитники, значит, он фонд рабочей академии направил. И он будет, вот меня направили. И он защищает. И те же самые права, что у адвоката. И соревноваться можно с адвокатами. Я в этом соревновании не видел, чтобы они выигрывали эти адвокаты. Мы их насмотрелись в судах, в которых мы участвовали. Иван Михайлович видел, Борис Николаевич. Видели мы адвокатов, как они действуют. Это очень плохо. Так сейчас добиваются адвокаты, чтобы вообще представителями, не только общественные защитники, представителями того, кто судится, были бы только адвокаты. Чтобы вы решили судиться, готовьте мешок денег. Ничего не поделать. Поэтому, опять, я думаю, что мы остановились вот на таких пунктах. Ну, я не понимаю, почему люди не хотят за это схватиться и это пропагандировать. Если вы не будете пропагандировать, оно не станет идеей, которая захватит массу. Если оно не захватит массу, оно не будет материальной силы. Если оно не будет материальной силы, оно не пройдет в жизнь. Поэтому, если кто хочет, чтобы это было, надо за это вот поучаствовать. Тут очень просто дальше написано. Столица, Новороссий, являются города Донецк и Луганск. Это может быть такое новое слово. У нас же пытаются сделать Ленинград и Москву. У нас здесь уже Конституционный суд. У нас сюда Министерство, руководство флота морского переезжает, еще начинают придумывать. Уже Верховный суд сюда собираются перевезти. Для этого институт ГИБХ разрушили. И там теперь, значит, сейчас у нас гора Кирпича. Там будет теперь Верховный суд. То есть у нас тоже двухстоличная, двуглавая система. И пусть она и в Новороссии будет двуглавая. У нас теперь двуглавый орел. У нас и президент двуглавый. То один президент, то второй. У нас все нормально. Пожалуйста. Тут можно добавить только то, что сущность любого государства это, конечно, диктатура правящего раса. И правящий рас, в том числе и через суды, подвигает свою диктатуру. Но форма, демократия это форма. И буржуазная демократия это демократия для 10% населения, у кого, так сказать, деньги. А советская власть это демократия для 90%. В том числе и в судах. Конечно, в судах этих будет очень несладко. Тем, кто за имер деньги, как-то непонятно откуда. В общем, если у меня будут деньги, я буду выступать против вашего проекта. Обязательно. А вот можно добавить еще к этому, что, допустим, вместо того, чтобы увеличить производительность труда в Российской Федерации, и наше правительство пытается увеличить пенсионный возраст, увеличить рабочий день. Наш правительство не критикует у нас для Новороссии проекты. У нас позитивные сугубо. Я не советую Новороссии идти по этому пути, по которому идет Россия. А мы предлагаем вот очень хороший. Мы с учетом всех, мы всю практику учли, какая была. Вся какая была у нас историческая практика учтена. Все это кратко выражено. Чего люди ждут, я не знаю. Надо принимать такой проект. Скажите, пожалуйста, что будет с банками в Новороссии? С кем? С банками, существующими в Новороссии. Что надо делать? А Виктор Ивановича спросим. Виктор Иванович, что надо сделать с банками? Банки национализируют и создать один банк. Вот так. Как по Ленину в работе «Грозящий катастрофа», как с ней бороться? Грозящий катастрофа, как с ней бороться? Так, нас хотят отвлечь от рассмотрения Конституции. Мы на это не пойдем. Большое спасибо, товарищи. На этом интервью наше заканчивается. Наверное, вы что-нибудь скажете в конце? Вам понравилось то, что мы сказали? Мне понравилось это обсуждение. Вы выступаете? Будете выступать за этот проект? Распространять будете? Скажите честно. Да, приложу все усилия. Ну, хоть одна редакция нашлась, которая будет поддерживать. Спасибо. Наверное. И кто еще не создан до конца?